Детская киностудия Евразия ТВ День мудрости в нашем поселке Висим. Благотворительный концерт Центра культуры Села Николопавловская для тагильчан. Здравствуйте всем! Как замечательно, что наша традиция собираться и чествовать вас, уважаемые ветераны и пожилые люди. Общаться за чашкой чая продолжается. Замечательная хозяйка ретро-кафе «Ностальгия» Татьяна Евгеньевна Закожурникова вновь и вновь собирает нас здесь, чтобы мы порадовали вас добрыми словами, песнями и, конечно же, праздничным угощением. Это мероприятие стало доброй традицией в ретро-кафе «Ностальгия». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А зачем же время по куче бежит, И такая силушка не остановит? А зачем же время по куче бежит, И такая силушка не остановит? Приобили, причем, молились, пришли, Нам казалось, что когда мы молоды, Мы, причем, черные, мучались, стороной, Внука, бабушки, придут на стариной. Мы, причем, черные, мучались, стороной, Внука, бабушки, придут на стариной. В этот прекрасный осенний денек Мы хотим вам пожелать, дорогие наши, Счастливых лет, полных любви Ваших детей и внуков. Здоровья вам и радости! Будьте счастливы! С праздником! Аплодисменты Это был репортаж из кафе «Ностальгия». Миша, ты чего там? Иди сюда. Господи, ты что, под танк попал? Мишенька, кто это тебя? За что? Да, да это я Генке после уроков подножку подставил. И? А он у меня по голове ранцем. Глаз? Нет, по голове. А потом как даст мне в глаз, а я ему в нос. А потом... А потом он как даст мне в глаз, а я ему в нос. Нос! 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 Вот. Вот ведь Генка поразит. Он тебе еще и рубаху порвал. Мам, нет, выбаху это я сам. Мы с Генкой потом на стройку лазили. Я там за доску зацепился. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Так вы с Генкой помирились все-таки? Мам, ты чего? Мы с ним и не ссорились! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Вспомнила, как мы издавали нормы, тоже было весело ДимаTorzok 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 Здесь хранятся прижизненные издания писателя, а также издания на различных языках. Ежегодно в музей приезжают сотни-сотни туристов. В последние годы посещения музеев достигают до 18 тысяч человек в год. Иностранных туристов где-то можно сказать 10-15%. Посещают нас и взрослые группы, посещают школьники, посещают дошкольники. Всем экспозиция интересна, задают очень много вопросов. И чаще всего вопрос, самый, наверное, частый задаваемый, это почему у нас много книг, и книг не только на русском языке. Это потому, что Мамин читаем. Читаем не только у нас в России, но даже за рубежом. Меня больше всего впечатлило в этом музее, что тут и вправду жил сам Мамин Сибиряк. Мне больше всего понравился кабинет отца Мамина Сибиряка. Там очень много книг, и люди, которые жили 150 лет назад, это большая роскошь, иметь столько книг и читать их. Еще один интереснейший музей, находящийся в Весиме, это музей быта, ремесел и истории поселка. После съемок ребята и руководители Евразия ТВ заглянули и туда. Наш музей располагается в старинном доме. Дом этот был построен в 1870 году. Как и многие музеи нашей России, небольшие, в небольших городках, небольших селах, стараются сохранить историю своего края, своего родного места. И для нас очень важно, что наш музей располагается в старинном киржатском доме. Здесь нам рассказали интереснейшую историю поселка о трех концах, районах на современный язык, в которые в старину селились староверы, тулики и украинцы, хохлы. Каждый народ привез свою культуру, быт, обычаи. Так и жили каждый конец поселка на свой лад. Можно узнать, как различить дома трех концов – туляцкого, хохляцкого, как велось хозяйство. Набожные киржаки строили дома на века, практически никак их не украшая. У талеков были типичные русские деревянные дома. Хохлы, видимо, не знавшие о сибирских морозах, строили лачуги, где было стабильно грязно, зато весело. В музее нас напоили вкусным иван-чаем. Рассказали много всего интересного и познавательного о жизни в заводском поселке и особенностях поселкового быта. Когда создавали музей, первоначально это была музейная комната, люди узнали, что идет сбор материалов, они сами приносили какие-то интересные предметы быта. В основном это дары. И уже тех людей, которые побывали здесь у нас, увидели и поняли, что не нужно хранить что-то дома, что уже потом просто будет выброшено, а для нас представляет интерес. Ждите новых интересных программ от студии «Евразия ТВ». Для вас трудились Иван Харжавин, Данил Гусев и Диана Меневаева. Читаем письма наших телезрителей. Эмма Картаева из города Старый Оскол пишет. Интересно, познавательно, молодцы, дальнейших успехов. Спасибо вам, Эмма Картаева из города Старый Оскол. В нашем зале приятные гости. Мы для вас свое сердце подарим, вас поздравим с большой любовью. Добрый день, наши дорогие и почетные гости. Стало доброй традицией в эти золотые осенние дни отмечать праздник мудрости. Это ваш праздник, наших горячо любимых бабушек, дедушек, хранителей очага каждого дома. Это лето на закате я заброшу все дела и поеду прямо к баке на краину села. Мама с папой заняты, в вечер на работе. Вы нам сказку расскажете и песенку споете. Пирожки и блинчики спряпают бабули. И играют в ладошки с муками дедули. ПЕСНЯ Поздравление от главы опыта. Я желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости духа, любви и внимания со стороны наших родных и близких. Всего вам доброго. Поздравление от главы опыта. 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 Спасибо огромное. Людмила Сапожникова. Поздравление от главы опыта. Поздравление от главы опыта. Юриев Камень пройдут в Нижнем Тагиле. Они намечены на начало августа. Чуть позже по этому вопросу пройдут публичные слушания в Горноуральском городском округе. Что намерены сделать народные избранники, чтобы не допустить строительства щебеночного завода в туристической зоне. Анна Кизилова расскажет. Общественное обсуждение по вопросу о качестве питьевой воды и ее возможном ухудшении в случае разработки диоритов в районе горы Юриев Камень намечено на 2 августа. Сегодня на итоговое заседание Гурдумы приехал новоиспеченный вице-губернатор региона Сергей Носов. Здесь было правильно сказано. Я считаю, что более важно, что сегодня обсуждение в Думе, обсуждение общественных слушаний, они ставят вопрос перед руководством области о наведении порядка или восстановлении и устранении этих допущенных нарушений. Решением Думы Горноуральского городского округа от 16 июля 2012 года назначено проведение собрания жителей поселка Черноисточинска. Работы требуют остановить и признать зону особо охраняемой территорией. У каждого участника митинга зеленая ленточка. На плакатах призыв присвоить Юриеву Камню статус заповедника. Резолюцию и несколько сотен подписей под ней митингующие отправили на адрес полпреда и губернатора области. Тагильская Рублевка, Уральская Швейцария. Как бы ни называли эти места, вопросы экологии касаются всех. Гальянка и вагонка пользуются водой Черноисточинского круга. Что такое Черноисточинск? Вообще по западным меркам это настоящий курортный город. Потому что такой красоты на Урале, я не знаю, карьер есть карьер. Какую бы технику ты на нее не ставил, но обязательно будет пыль, обязательно будет грязь и от нее никуда не уйдешь. На сегодняшний момент не надо никаких затрат, чтобы остановить это дело. Пройдет год-два, даже чтобы его остановить, ты же не будешь садить заново, так ведь это? Этот процесс пойдет необратимо. Министром природных ресурсов сообщено о том, что приостановлены все работы. И на сегодня, по сути дела, предприятие забирает документы, забирает документы и не будет продолжать дальше работы на этом участке. В декабре 2013 года Министерство экологии и природных ресурсов уведомило нас о восстановлении действия лицензии на разработку Юрьевского месторождения. В ответ на данное письмо состояло заседание Думы Горноуральского городского округа, где было рекомендовано создать рабочую группу в целях оперативного решения возникающих вопросов и включить в ее состав депутатов Горноуральского городского округа и депутатов города Нижнего Тагила. В январе 2014 года в администрации Горноуральского городского округа состоялось совещание с участием директора горнодобывающей компании Мироненко. Есть проект или нет? Я вам уже сказал. Нет проекта? Я вам уже сказал. Хорошо. Нет проекта. На основании чего вы заказывали оборудование? Мы купили оборудование, оно проставит, мы выжимаем в другое место взять. На основании чего вы заказывали оборудование? Нет проекта? У нас занимается проектом проектный институт «Урал-Гипроруда». В течение 2014 года вопрос по Юрьеву Камню обсуждался депутатами Нижнего Тагила. У главы города Нижнего Тагила с участием главы Горноуральского округа Николая Кулеша. Озмещение этого участка потериручит как минимум трен санитарным новым и павелом. То, что производство, всяческая деятельность, во втором, третьем пояса санитарная охрана запрещена, это всё прописано и допускать этого, естественно, нельзя. Замминистра природных ресурсов сообщил, что губернатор также озабочен происходящим. Он дал поручение подготовить обращение в прокуратуру о проверке деятельности должностных лиц по обсуждаемой проблеме. Проблему в Нижнем Тагиле продолжили обсуждать и на совещании у главы Сергея Носова, куда губернатор направил одного из идеологов своей администрации Владимира Дубичева. Закрыть эту тему, которая уже, честно говоря, поднадоела. Есть в области много других сложных проблем, которые надо заниматься. В конце концов, эту тему надо уже закрывать. На своеобразный консилиум в Тагильскую мэрию прибыли и глава Горноуральского городского округа Николай Кулеш, и депутат Госдумы Валерий Якушев. Мнение к проекту карьера у собравшихся негативное. У меня есть предварительная информация о происходящем, есть свое видение, но любые действия, исходя из своего опыта, нужно предпринимать. Когда досконально изучил, спланировал, что будешь действовать, тогда уже цены направлены. Как будешь действовать, тогда цены направлены уже работать. В марте 2015 года состоялось собрание жителей поселка Черноисточинска. Уважаемые жители, сегодня есть и решение Думы Горноуральского городского округа, и есть решение Думы города Нижний Тагиль. Если мы хотим конструктивно работать с областными органами власти, давайте конструктивно работать. Ускорить решение вопроса по созданию особо охраняемой территории. Обращаемся мы сегодня к губернатору, к председателю комиссии. Чтобы ускорить решение этого вопроса, нам нужны союзники. После началась работа правительства Свердловской области по выполнению решения собрания жителей от августа 2012 года в части создания особо охраняемой природной территории областного значения Юрьев-Камень и отмены постановления о переводе лесов вокруг горы Юрьев-Камень в эксплуатационные. Была начата работа по комплексному решению проблем Черноисточинского пруда. А в июле текущего года, во время проведения международного горного марафона «Транс-Урал» организовали экологическую вахту на горе Юрьев-Камень. Старт второго дня многодневного горного ультрамарафона «Транс-Урал». Черноисточинская кругосветка. Начинаем обратный отсчет. В сентябре текущего года инициативная группа подготовила и провела концерт на горе Юрьев-Камень совместно с клубом авторской песни «Зеленая лампа из Нижнего Тагила», где неравнодушная общественность подготовила обращение к полномочному представителю президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорю Халманских и провела сбор подписей с участников и гостей мероприятия в защиту особо охраняемой природной территории Юрьев-Камень. Органы государственной власти в местном соправлении обращают внимание и не оставляют без внимания. На сегодняшний день у нас достигнут конструктивный диалог в форме определения методов и продолжения борьбы за Юрьев-Камень на сегодняшний день. Я уверен, что совместными усилиями можем вместе отстоять Юрьев-Камень. То, как развивается наша экономика и какие используются технологии, в промзону можно превратить не только поселок, не только город. В промзону можно превратить страну, область. Я в свою очередь хочу сказать, что Дума будет всячески поддерживать вот это мнение и отстаивать его. Всем нам удачи! Будьте здоровы! Здесь просто храм. Есть храм науки, а есть еще природы храм. С ветвями тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. Он свят в любое время суток, открыт для нас и в зной, и в стынь. Входи в него, будь сердцем чуток, не оскверняй его святынь. С вами были Кушнов Кирилл, ученик седьмого класса, и я, Петрова Марина, ученица четвертого класса Висимской школы. Пишите, мы прочитаем и вам ответим. Спасибо вам! Пусть все будет у вас хорошо. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok